Настало время поговорить об эмоциональном интеллекте. Я навсюду услышу, что эмоциональный интеллект необходимо развивать. Эмоциональный интеллект, как без него? Эмоциональный интеллект – навык будущего. Да, это действительно так, но нужно разобраться, что это, как он работает. Мы разберемся с вами сегодня. А если вы хотите глубже погрузиться в тему эмоционального интеллекта, регистрируйтесь на мой бесплатный интенсив «5 ключевых навыков будущего», где мы целый день посвящаем эмоциональному интеллекту. Но не целый день с утра до вечера, а один из вечеров. Ссылка в описании. Кликайте, регистрируйтесь параллельно с тем, как слушаете меня, а мы будем двигаться дальше. Итак, что же такое интеллект в целом и почему отсутствие интеллекта – это беда, проблема и так далее. Можете себе представить человека с высоким интеллектом, человека с низким интеллектом и человека с супернизким интеллектом. Высокий интеллект не гарантирует успеха, но является условием для достижения успеха. Средний интеллект гарантирован средние результаты. Низкий интеллект – полная неспособность не только к успеху, но и к выживанию. Что же такое эмоциональный интеллект? Это способность человека распознавать свои эмоции и эмоции других людей. Способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Мы очень часто ошибаемся в том, что мы сами чувствуем. Довольно часто человеку, находящемуся на грани отчаяния, задают вопрос, как ты, что с тобой, он говорит, ничего, ничего, ребята, я в порядке. И ему искренне кажется, что он себя контролирует. Чем чревато отсутствие контроля над своими эмоциями? Есть эмоции пиковые, такие как раздражение, гнев, бешенство. Эмоция вредная и разрушительная. Причем разрушительная как для самого человека, так и для отношений с окружающими. Эмоциональный интеллект учит нас тому, как справляться с ненужными эмоциями. И как стимулировать нужные. Но сегодня мне хотелось бы поговорить больше об эмоциях деструктивных, которые мешают нам в жизни, мешают нам добиваться успеха и счастья. Трудно строить отношения с гневливым человеком. Ну скажете, у меня такой темперамент. Нет, 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 темперамент, гневу не имеет отношения. Гнев это эмоциональная распущенность. Как же работать с гневом? Во-первых, нужно осознать, зачем эта механика, зачем эта эмоция существует. И что ситуация, которая вызывает у вас такое раздражение, не нуждается в таком уровне энергии. Второе. Подумайте о том, что произойдет потом. Что же можно предпринять, чтобы не разрушить отношения и чтобы не разрушить себя самого. Первая, старая и самая легко выполняемая рекомендация – сделайте паузу. Выйдите куда-нибудь. Прекратите коммуникацию на время. Подумайте, что на самом деле происходит. Что вызвало у вас такую реакцию. Стратегическая мера. Избавьтесь от ситуаций и людей, которые вызывают у вас подобные чувства. Любая негативная ситуация имеет оборотную сторону. Подумайте, а что в этой ситуации хорошего? Ну, например, бесит вас, что у ребенка бардак в комнате. А что в этом хорошего? Во-первых, у вас есть ребенок. А вы это воспринимаете как такую данность, за которую не нужно быть благодарным. Кстати, благодарность – антагонист гнева. Второе. Если положительного найти не удается, или положительное, ну, какое-то такое, не сильно-то положительное, задайте себе вопрос. А чему это может меня научить? Может быть, эта ситуация учит вас тому, что вам нужно быть сдержанным и принимать людей такими, как и они есть. Может быть, она учит вас терпению. Опоздал на самолет, злишься на тех, кто тебя не пустил после окончания регистрации. Не злись, подумай, чему это учит тебя на будущее. И третье. Прими решение. Что ты можешь сделать для того, чтобы эта ситуация не повторялась, чтобы она не вызывала такой реакции? Ну, например, это решение может быть связанное с устранением причины. Нет такого способа, чтобы в комнате ребенка-подростка всегда был идеальный порядок. Не заходи в комнату. Решение? Решение может быть не лучшее, но все-таки решение. Наведи порядок вместе с ним. Прибирайте, общайтесь, разговаривайте друг с другом. Объясни, как складывать что-то, как систематизировать предметы. Расскажи о своем опыте, расскажи, что ты был сам таким же в свое время, и что тебя заставило, что тебя научило. В чем преимущество поддержания порядка? Не нужно вот этого демонстративного. А это что такое? А это у тебя что такое? Наоборот, на максимальном позитиве. Получишь кайф, между прочим. А во-вторых, сближешься со своим ребенком, сократишь дистанцию. Еще и лучше будет. Гнев-деструктивная эмоция, разрушающая отношения самого человека, но при грамотном использовании, при достаточном уровне развитости эмоционального интеллекта, дает колоссальные возможности. Другая деструктивная эмоция – страх. Она может быть не так разрушительна в моменте, но в долгосрочной перспективе, она может разрушить буквально все в вашей жизни. Страх нужен для того, чтобы сохранить нас от ситуаций, которые представляют для нас реальную угрозу. Но мы довольно часто боимся не реального какого-нибудь источника угрозы, а придуманного. Воображение рисует самый страшный из возможных сценариев. Зачем? Для того, чтобы поберечь вас. Уж лучше испугаться несуществующего объекта, чем не испугаться существующего, который мог бы вам угрожать. Что делать с этим? Как с этим справиться? Поговорим и об этом, но сначала пару слов о том, что может быть, что может произойти, если со страхом не работать. Это будет означать, что всякий раз, когда вам будут предлагать сделать что-то, чего вы не делали прежде, или что-то, в чем есть угроза провала, вы будете просто отказываться. А что значит отказ от вызова? Что значит отказ от какой-то возможности? Это блокировка развития. Каждый новый контакт, кроме сюрпризов, сулит и возможностей, которые вы не используете, если вы будете ограждать себя от них. Страх, кстати, соседствует с гневом. Довольно часто человек маскирует страх гневом. Он делает вид, что он злится, а на самом деле он боится. И довольно часто человек агрессивен из-за страха. Надо ли вам справляться со своим страхом? Конечно. Способ первый. Разберитесь, о чем конкретно вы боитесь. Вот какой самый страшный сценарий может реализоваться? А теперь подумайте, какая вероятность, что реализуется такой сценарий. Второй способ. Доведите ситуацию до абсурда. То, чего вы боитесь. Попробуйте в своем воображении развить самый невозможный фантастический сценарий. Третье. Вспомните свой опыт. Что было после того, как вы делали то, чего вы боитесь. Было классно, правда? Ну и последнее. Всем хочется, чтобы страх как можно скорее остался за спиной, правда? Идите на страх. Чем быстрее вы встретитесь, тем быстрее он окажется за спиной. Вы разойдетесь. И вы это по своему опыту знаете. Нужно начать действовать. Когда действуешь, боишься не так сильно, как боишься, когда готовишься к этому. Я хочу, чтобы страха было как можно меньше в вашей жизни. Чтобы он не тормозил ваше движение к успеху. Ваш потенциал больше, чем тот потенциал, который вы реализовали на сегодняшний день. После просмотра этого видео вспомните ситуации в вашей жизни, когда вы упустили возможность из-за того, что побоялись ею воспользоваться. И еще одна эмоция, о которой я хотел бы поговорить с вами сегодня, она тоже из результатов деструктивных. Когда-нибудь я посвящу выпуск положительным эмоциям. Как их стимулировать в себе, как их удерживать в себе. Это будет отдельный выпуск, а сегодняшний все-таки об эмоциях деструктивных, которые тормозят развитие, очень уж назрело. Отовсюду я слышу и вижу, как люди тормозят сами себя из-за того, что позволяют своим эмоциям ненужным, не способствующим развитию управлять своим поведением. Это третья эмоция, которую не сразу-то и распознаешь. Это апатия. Это состояние, в котором настолько слабый электрический ток, настолько слабая энергия, что мы почти не чувствуем никакой эмоции. Есть ли у апатии причины? Бывает. Бывает, человек настолько измотался, устал, настолько исчерпал свой ресурс, что нервная система создает такой эмоциональный фон, чтобы хоть немножечко восстановиться. Апатия – эмоциональное состояние, при котором даже отдохнув как следует, ты все равно не можешь заставить себя что-либо сделать. Ты не можешь себя заставить даже думать о том, что нужно сделать. Как быть с апатией? Причем есть люди, которые в ней залипают на очень долгое время. Первое. Самое простое и самое эффективное – действовать через тело. Физическая активность. Мера стратегическая. Занимайтесь спортом тем, который вам нравится. Эмоция – это телесная реакция. Чем послушнее ваше тело, тем послушнее ваши эмоции вам. Второе. Состояние апатии. Да, нужно применить полю. Нужно применить волю для того, чтобы собраться и совершить какое-то минимальное действие. Начни приводить что-то в порядок. Начни складывать. Совершай простое физическое действие. Постепенно усложняй его, усложняй амплитуду и расширяй радиус, в котором ты это делаешь. Третье. Встретись с кем-нибудь. Любое взаимодействие с другим человеком повышает уровень нашей энергетики. Особенно тактильное взаимодействие, когда мы прикасаемся. Будет здорово, если это будет человек настолько близкий, с которым вы можете приветствовать рукопожатием, объятием, поцелуем, чем-нибудь таким. Состояние апатии отступает. Говори о нем. Расскажи, что ты в последнее время что-то в апатии. Что-то приуныл. Расскажи об этом близкому человеку. Когда ты рассказываешь, ты избавляешься, а он поддержит тебя. Да ладно, брось. Да нормально все. Да это пройдет. Слова поддержки очень здорово повышают энергию. Любой поддержки. На это нам и нужны близкие, чтобы не критиковали и не объясняли, что нам делать. А чтобы говорили, что мы молодцы и все у нас получится. Если когнитивный интеллект, наша способность оценивать рациональную информацию с годами, способность к его развитию стухает, вообще останавливается. То эмоциональный интеллект развивается в течение всей жизни. Да, вы правы. У женщин эмоциональный интеллект более развит. Они более чутко понимают, что чувствует мужчина или другая женщина, что чувствует ребенок или мама. Мужчина тоже не обделен, потому что способность к развитию эмоционального интеллекта у мужчины несколько выше, как показывает нам исследование. Таким образом, шансы уравниваются. Почему у женщины развит эмоциональный интеллект? Потому что для женщины в течение многих лет эволюции эмоциональный интеллект был фактором выживания. Ей было важно распознать угрозу как можно раньше, для того, чтобы ее избежать. Все живое действует в системе стимул-реакции. Ну, не знаю, собака видит другую собаку и бежит к ней играть, потому что возник стимул. Подбежав, она встречает отпор, громкий лай и бросается обратно. Собаку поманили и дали корму. О, собака прекрасно себя чувствует, веняет хвостом, она рада. Поманили кормом, а на самом деле посадили на поводок. Собака поджала хвост и огорчилась. Стимул-реакция. Большинство животных не выбирают реакцию. Она автоматическая, она инстинктивная и рефлекторная. Реакция на стимул. Но даже собака, раз уж об этом речь зашла, не на всякий стимул реагирует одинаково. Пните лежащую собаку. Она зарычит на вас, если вы чужой. Она заверяет хвостом, если вы свой. Хотя пинок-стимул один и тот же. Человек способен управлять своей реакцией на стимулы, на раздражающие факторы. Прежде чем будет реакция действия, будет реакция эмоций. А эмоция всегда упреждает действия. Эмоцио. Движение. Любое движение, любое наше действие упреждает эмоция. Если никакой эмоции нет, то никакой смены действия и нет. Таким образом, управление эмоциями – это управление действием. Как влияет управление собственными эмоциями, эмоциями другого человека на нашу удовлетворенность отношениями? Главное в отношениях – это коммуникация. Это естественно. Качество коммуникации зависит от того, насколько мы управляем эмоциями. Семья – статистически главный источник проблемы конфликтов. То есть человек чаще всего ссорится в семье. Работа на втором месте. Как источник проблемы конфликтов. А теперь внимание, вопрос. Если человек не справляется с эмоциями, как он будет проживать конфликты и как он будет воспринимать проблемы? Конечно, он будет их драматизировать. Конечно, в конфликтах он будет максимально агрессивным. Соответственно, конфликты могут приводить к разрыву отношений. То ли это, к чему вы стремились, и то ли это, ради чего вы в эти отношения вступали. Конечно, нет. Давайте представим человека с развитым эмоциональным интеллектом. Он умеет в ситуации конфликта, если он неизбежен, вести себя таким образом, чтобы это не разрушило отношения, а наоборот схватило. Вы же иногда из конфликта выходили в более высокий уровень отношений. Было такое? Когда вы вдруг в конфликте смогли оценить, насколько для вас дорог и близок человек. Когда вы в конфликте сохранили самообладание и смогли сказать какие-то очень важные для вас вещи без агрессии, без оскорблений. Перенесемся в деловую сферу. Руководитель крайне важное обладание. Он должен уметь сбрасывать стресс и мобилизовать себя на нужную, хотя и может быть неприятную работу, на неприятный разговор, переговоры, собрания. И он должен мобилизовать других людей. Он должен получить ключ к их мотивации. Он должен понимать, что они чувствуют и как вызвать у них нужную степень возбуждения, трудового. Без этого невозможно построить карьеру руководителя. Но только и руководителя. Любое взаимодействие с другими людьми в качестве своей основы имеет эмоциональный интеллект. Как развить его? Во-первых, в течение жизни эмоциональный интеллект развивается сам собой. Но медленно. Существуют специальные тренинги по развитию эмоционального интеллекта. Существуют книги для развития эмоционального интеллекта. Существуют упражнения и кейсы по развитию эмоционального интеллекта. существуют специальные курсы и в конце концов существует мой интенсив 5 ключевых навыков будущего где целый вечер мы занимаемся развитием эмоционального интеллекта в ссылке в описании к этому видео регистрация если вы еще этого не сделали до сих пор зарегистрируйтесь примите участие он бесплатный эмоциональный интеллект развивается очень быстро колоссальными темпами иногда за день вы можете сделать прогресс и не откатиться на исходные позиции займитесь этой темой вы получите ключ к счастью успех если вы в состоянии апатии и ничего не помогает из перечисленного включайте канал лидерские стратегии на котором вы найдете советы как действовать в разных ситуациях сложных в котором я рассказываю вам о передовых достижениях в разных областях и о том как вы можете реализовать свои возможности более полно подписывайтесь на него комментируйте то что вы прочитали делитесь своим собственным опытом живите на этом канале до встречи в следующем выпуске